Друзья, привет! Вы смотрите третий выпуск Alex News. Сегодня я расскажу вам о том, как прошла лондонская неделя моды. На ней дизайнеры, британские и не только, показали свои коллекции на весну и лето следующего года. А в Москве тем временем проходит другая неделя моды The Seasons, на которой российские дизайнеры показывают текущие коллекции. Вчера меня пригласили на первый показ Игоря Чапурина, и я расскажу вам о своих впечатлениях. Итак, в Лондоне с 17 по 21 сентября прошла очередная неделя моды. Открыла ее ателье Тамам. Это ателье известно тем, что шьет эксклюзивную одежду от кутюр и свадебные платья. Новую коллекцию ателье посвятило теме изменения климата. Назвали ее flight, то есть полет. Модели выходили на подиум в платьях, которые были символами земли, неба, солнца, океана, леса, животных и птиц. Нельзя сказать, что выбор темы стал неожиданностью. Дело в том, что основательница бренда Люси Тамам убежденная эко-активистка, ратующая The Slow Fashion. На второй день все внимание байеров и прессы было приковано к английскому дизайнеру с грузинскими корнями Давиду Кама. В Лондоне он представлял свой собственный бренд, а не модный дом, Терри Мюглер, креативным директором которого также является. Почему к его новой коллекции было такое большое внимание? Во многом потому, что среди поклонниц его таланта такие дивы, как Леди Гага, Риана, Бейонсе и многие другие селебы. Новая коллекция Давида не разочаровала. Шоу прошло в огромном футуристичном пространстве Олимпийского бассейна. Первыми вышли модели в коктейльных платьях, визуально отсылающих к купальникам, в которых выступают на соревнованиях по синхронному плаванию. За ними девушки в нарядах всех оттенках розового, а также желтого и голубого. От них невозможно было оторвать взгляд. Неоновые одежды очень сложного кроя обтягивали изящные фигуры модели, как вторая кожа. Это было воплощение чувственности и страсти. Я прямо вижу очередь из селебритесь за этими футуристичными нарядами. И первой там, конечно, будет Леди Гага. На третий день самой интересной стала коллекция дизайнера Молли Годдард. Совсем недавно у дизайнера родился сын, и молодая мамочка буквально впала в детство. Она создала коллекцию для взрослых из детских вещей. Это произвело вау-эффект. На следующее лето девушкам предложены воздушные платья из полупрозрачной ткани. Их можно носить как сами по себе, так и в комбинации с джинсами и шортами, либо со свитерами грубой вязки. То же самое относится и к мужской коллекции. Воздушные топы и стюля в комбинации с джинсами или очень короткими шортами с балетными чешками красного цвета. Ну, не знаю, хотя, почему бы и нет. В эпицентре внимания четвертого дня оказался модный дом Эрдем. Эрдем – это синоним образа сильной женщины с независимым характером и очень требовательным вкусом. Показ прошел под сводами невероятной красоты колоннады британского музея. Отличительными особенностями его новой коллекции стали резкие линии силуэтов, новаторский крой и особая расцветка тканей, которые в сочетании создают романтичный и чувственный образ. Как сказал сам дизайнер, на создание новой коллекции его вдохновили две эксцентричные женщины, которые жили в прошлом веке. Поэтесса и художница, дама-командор ордена Британской империи Эдит Ситуэлл и леди Отолайн Моррелл. Самыми красивыми и поэтичными образами в коллекции стали расклешенные книзу платья, однотонные и лисицы с крупным цветочным узором, вкупе с гармонирующими с ними шляпами-блюдцами. Изысканностью и аристократизмом блистали образы с широкими платьями и юбками с открытыми плечами. Мужчинам дизайнер предлагает носить следующую весной плащи без рукавов и пиджаки с цветочным орнаментом. Хедлайнером пятого дня стала дизайнер Симон Роша. Площадкой показано, В новой коллекции была выбрана средневековая церковь, а посвящена она была главным событиям в жизни человека от рождения, крещения и свадьбы до похорон. Открыла показ чернокожие дива с короной на голове и белоснежном платье, напоминающем то ли свадебное платье, то ли платье для крещения. Затем нам показали наряды, будто бы сделанные из детских пеленок, после них другие сложноскроенные и многослойные наряды, воздушные кружевные платья дизайнер предлагает носить с грубой обувью или косухой из лакированной кожи. Были также показаны переосмысленные платья-пиджаки, а также платья из полупрозрачной ткани, которые можно носить с оверсайд-свитерами и красными ботфортами. В общем, торжество эклектики, сочетание несочетаемого. Завершил неделю моды в Лондоне приверженец минимализма шведский модный дом Кос. Это был первый показ моего любимого бренда на лондонской неделе моды. Естественно, пристальное внимание прессы в итоге было обращено на него. Кос предлагает девушкам монохромные наряды классических цветов, черного, белого и синего, но добавляет к ним в этот раз желтый и оливковый. В общем, все как я люблю. Тем временем в Москве началась неделя моды Сизенс. На ней показывают текущие коллекции российские дизайнеры, как именитые, так и начинающие. Хорошо это или плохо, не знаю. С одной стороны, можно посмотреть коллекцию, сразу пойти в магазин или на сайт и купить все, что тебе понравилось. С другой, такие показы вряд ли будут очень интересны байерам и модным редакторам. То есть получается, что такого рода показы нацелены прежде всего на покупателей, а не представителей модной индустрии. Так вот, хедлайнером Seasons Fashion Week стал гуру российской моды Игорь Чапурин. Меня пригласили на этот показ, и я смог увидеть все, что называется, своими глазами. Первыми впечатлениями я уже поделился в сториз в моем инстаграме. Кстати, подписывайтесь. А здесь мы рассмотрим коллекцию чуть более подробно. Коллекция Игоря Чапурина оказалась предельно минималистичной. Преобладающие цвета черный, белый и серый. Для девушек черные шерстяные или воздушные белые платья, кожаные юбки, шорты, брюки и куртки-косухи, укороченные топы и водолазки. Монотонную цветовую гамму можно оживлять рубашками и свитерами ярких цветов. Как девушкам, так и мужчинам Чапурин предлагает носить комбинезоны, оверсайз пиджаки и кофты. Если что-то из показанного Чапуриным вам очень понравилось, то милости просим на сайт, в магазин. Все это можно сразу же купить, не дожидаясь следующего сезона. Ну вот, вроде все. Прощаюсь с вами. В следующий раз я расскажу о самых крутых показах на Миланской неделе моды и покажу самое интересное, что на них увижу. Обещаю, будет много интересного. Так что подпишитесь на мой канал, если еще не сделали это. Кто не видел, посмотрите предыдущие ролики. Там тоже можно найти кое-что любопытное и полезное. Спасибо за лайки и еще большее спасибо за комментарии. Ваше мнение и впечатление для меня бесценны. А вопросы помогут выбрать темы для следующих выпусков. Бай-бай! Субтитры подогнал «Симон»!